Самый долгожданный и интригующий турнир этого сезона в женско-одиночной категории подошел к своему завершению. По его итогу наши российские фигуристки заполнили весь призовой пьедестал через край. Расстановка мест тоже оказалась не совсем такой, как изначально многие предрекали. Но давайте обо всем по порядку. И в этот раз мы начнем с самых низов. На глубоком и дремучем шестом месте оказалась самая титулованная фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова. В самом начале этого гран-при у нее складывалось все достаточно удачно. После короткой программы она была в тройке призеров и находилась на втором месте. Но вот произвольная программа у нее не сложилась и пошла наперекосяк. Алина допустила несколько критических ошибок и в итоге спустилась на шестое место. За свой не очень удачный прокат она получила 125,63 балла. Меньшую сумму за всю свою взрослую карьеру она набирала только на чемпионате Европы 2018 года в Минске. У нее тогда было 123,34 балла. По взгляду и поведению Алины было видно, что она была очень опечалена этим результатом. Ее настроение было настолько подорвано, что олимпийская чемпионка после своей произвольной программы даже не вышла в микс-зону, чтобы пообщаться с журналистами и поделиться своими впечатлениями. Пятое место застолбила за собой американка Брэдди Теннелл с общей суммой 212,18 балла. Четвертое место заняла японка Рико Кихиро, набрав 216,47. А теперь перейдем к разбору наших призерок. На третьем месте оказалась русская ракета, 15-летняя спортсменка Александра Трусова. После своего произвольного проката она уже по привычке снова вошла в историю фигурного катания. Став первой фигуристкой, кому удалось исполнить четверной флип? В произволке Александра исполнила некоторые элементы далеко не идеально. Она не осилила четверной тулуп и сальхов. Но все остальное было сделано достаточно удачно. За произвольную программу фигуристка набрала 161,73 балла. И по общей сумме в 233,18 Александра Трусова с пятого места поднялась на призовое третье, уступив своим подругам по команде. Второе место по праву заняла Анна Щербакова, набрав по общей сумме 240,92 балла. В своей произвольной программе ею были допущены некоторые ошибки. Одной из самых критичных оказалось падение с четверного флипа. Но в целом серебряная медаль на таком значимом турнире для Анны будет большим достижением. А теперь перейдем к золотой медалистке этого финального гран-при сезона. Первой стала Алена Косторная. В этот раз из всей группы Тутберидзе Алена выбилась на самую топовую строчку, обыграв всех своих подруг по команде. И это в каком-то смысле оказалось даже сенсацией, потому что в первый раз победа досталась фигуристке без четверных прыжков. Алена победила за счет сбалансированности своих программ. И ее техника сочеталась с композицией и артистизмом. Это оказалось важнее обычных четверных прыжков. Данная победа Алены Косторной может стать поворотным моментом в развитии фигурного катания. Потому что она дает надежду на то, что отныне будут побеждать не просто акробатки, а фигуристки, которые делают упор на компоненты и артистизм. Алены Косторной может стать поворотным моментом в развитии фигурного катания. Алена косторная может стать поворотным моментом в развитии фигурного катания. Продолжение следует...